Всем привет! Наверняка, если вы смотрите мой канал, то знаете, что есть у меня некая страсть пробовать постоянно новинки косметики, а также какие-то новые, незаезженные бренды. Сегодня мы с вами будем тестировать бренд, который называется LOV. Для меня это новый бренд, я с ним ранее не была знакома. Взяла несколько продуктов, которые мне показались наиболее интересными. Что касается в целом этого бренда, то это немецкий бренд. Он позиционируется как бюджетный. Цены, я бы не сказала, что сильно прям бюджетные, но приблизительно около цен L'Oreal, наверное, где-то так. Производят свою косметику, они, кстати, не в Китае, что меня порадовало. В основном здесь производство итальянское. Ну и в целом, когда я читала об этом бренде, я не увидела, чтобы они как-то позиционировали себя как какую-то уникальную косметику. Единственное, на чем они сделали акцент, это на том, что они не тестируют на животных. Причем, сейчас многие пишут Cruelty Free не тестируются на животных, но при этом они утверждают, что они и финальный продукт не тестируют на животных, а также абсолютно все ингредиенты не тестируются на животных. Вот это, кстати, очень важный момент, особенно если вы пользуетесь исключительно Cruelty Free косметикой, потому что очень многие бренды на своих упаковках лепят вот этого зайчика и пишут Cruelty Free, и действительно финальный продукт, когда он уже произведен, он не тестируется на животных, но при этом закупаются ингредиенты, которые тестируются на животных. И по сути, как мне кажется, это в принципе перечеркивает вот это понятие Cruelty Free. Ну вот как-то так, что касается предыстории, то у меня все, поэтому давайте переходить непосредственно к тестированию. А начать свой обзор я хочу со средства, которое я уже нанесла на свое лицо, и чуть позже мы будем его снова наносить, потому что это средство три в одном. Это подготавливающий, фиксирующий и освежающий на протяжении дня спрей для лица. Называется он 3-in-1 Priming Fix Spray. Здесь по объему 50 мл, срок годности 6 месяцев, и сделан он в Италии. Откровенно говоря, спрей этот просто разбивает мне сердце, потому что у него есть ряд преимуществ, но есть один такой очень серьезный недостаток, о котором я вам сейчас расскажу. Что касается преимуществ, то изначально он мне нравится в принципе во всех своих ипостасях, то есть и как праймера мне нравится им пользоваться, потому что он создает такой эффект, как тоника на лице, такое легкое освежение. Как фиксирующий спрей мне нравится, но не в плане фиксации макияжа, вот реального там продления стойкости макияжа, а скорее просто вот освежение, и если нужно убрать запудренность какую-то в каких-то зонах, то вот он тоже классно это делает. И на протяжении дня, если вы чувствуете, что вам нужно освежение, и вполне возможно им также пользоваться. Еще есть достоинство, у него очень хороший пульверизатор, хотя он и не создает такое прям облачко, но в то же время это мягкий спрей, это ни в коем случае не какое-то жесткое такое распыление, которое плюется какими-то большими каплями в лицо, нет, он довольно хорошо все распределяет, мягко скажем так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а в чашку с чаем это явно было лишнее. Но есть у него недостаток, который вот чисто ложка дегтя в бочке меда, по-другому не скажешь. Это то, что портит вообще абсолютно все, из-за чего я не хочу им пользоваться, и это его отдушка. Это просто невозможно вообще, насколько она химозная, яркая. Каждый раз, когда я сбрызгиваю лицо этим спреем, вот я не могу себя побороть. У меня сразу перекашивается лицо, я начинаю кашлять, плеваться, пытаться задержать воздух как-то от себя, отогнать побыстрее эти пары, потому что, ну, запах реально очень едкий, все раздражает, всю слизистую раздражает, и кашляешь, и чихаешь. В общем-то, реально очень противно. И на самом деле обидно, потому что спрей реально неплохой. Все мне в нем нравится, и упаковка, и его свойства, и как он работает на лице, но вот эта отдушка, ну, я лично не могу вообще из-за этого пользоваться этим спреем. И еще один продукт, который сегодня я использовала уже в своем макияже, это вот такие вот тени. Называются они The Galaxy Eyeshadow and Liner. Я вообще, честно говоря, не поняла, почему оно называется лайнер еще и... Потому что, ну, это только исключительно тени, ну, как мне кажется. Они упакованы вот в такую красивую баночку. Там у них много оттенков. Я, честно говоря, растерялась, когда выбирала. Мне все нравились как будто, и я не знала, какой взять. Взяла себе в итоге оттенок, который называется 520 Champagne Sparks. И немножко он обманчив, потому что я думала, это будет больше оттенок шампанского, но на самом деле это серебристый, такой серо-тауповый оттенок, тоже очень красивый, но в то же время не совсем то, что я ожидала. Что касается свойств этих теней, то когда впервые я их посвочила, первой моей реакцией было Наташа Динона. Это что, ты что ли? Вот у Наташи Динона есть очень похожие тени. Она их называет тени-топеры. И вот это, ну, просто абсолютно то же самое, потому что, когда наносишь, у этих теней как будто нет базы. Это просто мелкая россыпь блесток, причем блесток очень красивых. Вот что у Наташи Динона, они выглядят, знаете, вот как вот красивые бриллиантики, которые зажигают просто ваш макияж. Так и здесь абсолютно тот же самый эффект. Сейчас у меня они нанесены на века подвижная, и я ничего не наносила под них. То есть это исключительно только вот эти тени. Очень красиво. Знаете, что мне еще напомнило? Тени от Armani тоже мне это напомнило. Тинты их кремовые. И эффект очень похож. Вот при дневном освещении они никакие, но при вечернем освещении глаза настолько начинают красиво переливаться, и вот каждая эта блесточка сияет просто как звезда на небе. Если посмотреть в баночку, да, это напоминает и у L'Oreal там что-то похожее есть, в принципе, и у Maybelline есть что-то похожее, но это скорее все-таки тени, больше металлические тени, когда у этого бренда это больше именно такая нарядная россыпь блесток. Единственный минус заключается в том, что это все же не топпер, потому что у Наташи Динона, к примеру, вот такой вот формат, это именно топпер. И вы можете нанести металлические, например, какие-то тени или там любые тени, и сверху припечатать вот эти кремовые, и это добавляет блестки. Когда здесь же, когда вы наносите это поверх каких-то теней, они как будто немножко теряются, то есть не создается такой эффект, что вау, еще добавил блестки. То есть они как-то, как мне кажется, намного ярче и интереснее выглядят вот соло, если вы их просто наносите на голое веко. А теперь я буду показывать вам в нанесении то, что еще не использовала. И следующим шагом у меня будет нанесение бронзера. Этот бронзер называется Blurring Bronzing Powder. Я себе взяла оттенок номер 20 Seductive Bronze. И я думаю, что вот только смотря на него уже понятно, что это именно на 100% бронзер. Он очень теплый, он немного даже терракотовый, то есть это ближе к эффекту, например, того же Guerlain Terracotta Bronzer, нежели моего любимого Essence, который больше делает эффект среднего чего-то между скульптурированием и бронзированием. Если у вас более темный тон кожи или если у вас более желтая кожа, а не такая бледная, белоснежная, то, скорее всего, вам этот бронзер понравится. У него тоже есть отдушка, но эта отдушка, кстати, меня так не напрягает, как отдушка в спрее, потому что после нанесения, в принципе, я ее никак не ощущаю. Ну и вот, для того, чтобы понять, понравится вам этот бронзер или нет, вам надо главным образом дать ответ на один единственный вопрос. Нравятся ли вам такие вот теплые терракотовые оттенки или же нет? Если нравится, качество у этого бронзера вполне нормальное, вот ничего не могу сказать, легко растушевывается, пятен не ставит, красиво, в принципе, лежит, не тускнеет на протяжении дня. Если оттенок нравится, вполне можно покупать, я думаю, что вас этот бронзер не разочарует. И по объему здесь, кстати, немало тоже, 12 граммов. А следом у нас пойдет вот такой вот хайлайтер, он называется Aura Glow Powder. И вообще, в принципе, я смотрю, он не совсем позиционируется как хайлайтер, он позиционируется именно как светящаяся пудра. То есть это запеченный продукт. Да, наверное, все-таки это не совсем хайлайтер, потому что если вот взять кисть и даже очень хорошо поелозить этой кистью, а потом нанести на скулу, да, свечение однозначно добавляется, но в то же время это настолько деликатный эффект, что это граничит действительно именно с пудрой, по типу Hourglass пудр, которые именно финишные. И если вы хотите добавить glow вашему образу, то вы можете пройтись этой пудрой, ну вот далеко не только на зоне нанесения хайлайтера, да, например, там на скуле или где-то еще. Вот я, например, сейчас могу пройтись запросто и вот здесь вот. Причем я так набираю прилично, я не боюсь этого средства. И добавляется такое легкое какое-то свечение, но в то же время нет какого-то очень ярко выраженного эффекта. И мне это понравилось. Уникальный, в принципе, продукт. Это, наверное, ближе всего к пудрам Hourglass из бюджетного сегмента. Это, конечно, не совсем то же самое, то есть сломя голову сейчас мчаться и покупать это именно как аналог Hourglass, может быть, и не стоит, но в то же время, вы знаете, вот, наверное, действительно, из всего, что я пробовала, это ближе всего к эффекту Hourglass. Ну и, как видите, я тут увлеклась, пока вам это все рассказывала и нанесла чуть ли не по всему лицу. И нет ощущения, что на мне какой-то металлик там или что какой-то слой у меня запудренный на лице. Нет, в принципе, все очень даже симпатично выглядит. Пудра эта тоже очень хорошо сливается с текстурой кожи. Лицо при этом не выглядит запудренным. В общем-то, эффект мне понравился. А стоимость этого эффекта мне нравится еще больше. А теперь немножко странности от этого бренда. Есть у меня тоже вот такой вот продукт два в одном для бровей. Называется он Browtitude Two-in-One Brow Tint and Filler Gel. То есть, с одной стороны здесь фиксирующий гель вот с таким вот аппликатором, а с другой стороны тинт, который именно для заполнения бровей, но здесь такая щеточка типа, знаете, как подводка. Вот этой вот кисточкой пользоваться абсолютно нереально, потому что это будет просто страх и ужас. Поэтому я всегда снимаю и потом наношу отдельно скошенной кистью. Но странность здесь не в том, что это такой формат, а странность в том, что у двух этих продуктов, которые в одном, скажем так, разный подтон, вот этот тинт, он откровенно теплый, а гель холодный. И это как-то очень дико странно. Мне, честно говоря, не очень понравилось. Вернее, даже, наверное, очень не понравилось, я бы сказала. Вот я сейчас снимаю на руку себе немножко этого тинта и буду заполнять свои брови. Но, честно говоря, я не предвкушаю этот момент, потому что мне мой макияж пока что нравится, вот на этом этапе. А вот этот тинт немножко все, откровенно говоря, портит. Ну а что касается геля, который находится с другой стороны, то, как видите, он достаточно сильно тонирующий. То есть он с какой-то стороны перебивает это тепло от тинта, и брови потом не выглядят рыжими или коричневыми, или каштановыми какими-то. То есть, в принципе, если я сейчас посмотрю на свои брови, они достаточно холодными выглядят и в то же время достаточно темными. Плюс, наверное, жестковато тоже это выглядит у меня в бровях. Я люблю немножко помягче. Мне осталось нанести помаду, и я буду сегодня носить вот такую вот. Она называется Lip Affair. И я себе взяла оттенок номер 500 Sinus Nude. У этой помады не совсем обычная упаковка. Во-первых, она очень тяжелая. То есть, когда ее берешь в руки, знаете, ну прям такое люксовое ощущение от нее. Во-вторых, она на магните. То есть, у нее вот эта крышечка, она магнитится к самой помаде. Ну и, в принципе, оттенок, я думаю, вас совершенно сейчас не удивляет. Я взяла очередную нюдовую помаду. А что касается ее свойств, то, как по мне, это достаточно обычная кремовая помада. Единственное, у нее текстура при нанесении не очень приятная, потому что, если на нее посмотреть, то можно рассмотреть, что в ее составе огромное количество какого-то мелкого шиммера. И когда вы наносите ее на губы, такое впечатление, что это, знаете, такой легкий скраб тоже для губ, потому что этот шиммер, он явно ощущается как песочек какой-то. Но, тем не менее, когда вот именно на губах уже нанесено, нет этого шиммера и нет этого перламутра, который шиммер мог бы создавать. То есть, она на губах выглядит абсолютно обычной, такой кремовой. Но при этом есть у нее вот эта странность в виде шиммера. Зачем он там, непонятно, потому что, как я и сказала, на губы он не переносится. Ну и последнее, что мне осталось, это закрепить сейчас макияж с помощью вот этого фиксирующего спрея. Что мне делать абсолютно не хочется. Так, чаек я отставлю явно подальше, а то пить это потом точно не хочется. Ладно, последний раз, все для вас, все для ютуба, для того, чтобы вы посмотрели. Ну, я думаю, вы сейчас видите, как выглядит мой макияж. И потом сможете сравнить после того, как я закреплю уже спреем, какая разница произошла. То есть, макияж, естественно, будет немножко более светящимся. Елки-палки, какой же этот спрей противный, но при этом, насколько красивым он делает эффект на лице. Вот даже вот эта пудра сияющая сейчас еще больше как будто растворилась на лице и еще красивее стала выглядеть. Но, блин, этот запах, ну, вообще не могу просто. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, не забудьте перед уходом поставить ему палец вверх. Подписывайтесь тоже на мой канал, если вы еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконочку вот здесь вот. И также ютуб сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если не смотрели, обязательно посмотрите. А если смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом выпуске через несколько дней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok